Друзья, как вам известно, в России замедлили YouTube. Дальнейшая его судьба под вопросом. Поэтому, чтобы не потерять нас, смотрите наши видео на Рутуб, ВК и Телеграм. Ссылки в описании. Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске. Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником союзного государства. По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии. В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». «Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности союзного государства», – отметил Хренин. А тем временем президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Российская Федерация стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. На заседании саммита БРИКС в узком составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС в мире. «Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем», – заявил российский лидер. По словам Путина, государства-участники БРИКС обладают значительным экономическим, научным и политическим потенциалом, что делает их важными игроками на мировой арене. На саммите, в котором принимают участие представители 36 стран и 6 международных организаций, обсуждаются вопросы углубления финансового взаимодействия и урегулирования острых региональных конфликтов. Путин напомнил о важности выполнения решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге. По его словам, особенно следует уделить внимание выполнению двух важных решений саммита в Йоханнесбурге. «Имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС и другой не менее важный вопрос о дальнейшем расширении объединения», – подчеркнул он. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил составить список государств партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, – передает РИА Новости. В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран-партнеров объединения. Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул, – мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах. В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничества на международной арене и урегулирования региональных конфликтов. А тем временем Орбан заявил о смерти Шенгенской зоны из-за бунта в ЕС против мигрантов. Скажем прямо, Евросоюз в положении, близком к бунту. Есть те, кто уже взбунтовался, – приводит слова Орбана РИА Новости. Так Польша объявила о решении приостановить применение европейских миграционных правил. Германия также приостановит действия правил, которые должна соблюдать для функционирования Шенгенской зоны. Все больше лидеров ЕС будут бунтовать, и это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген, – сказал Орбан. Орбан сделал свое заявление в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Сербии и Словакии. Премьер-министр Венгрии назвал миграцию главной проблемой, раздирающей Евросоюз, особенно в условиях плохого руководства ЕС. По словам Орбана, миграционный пакт не решает проблему, а лишь увеличивает ее, и его необходимо отменить. Он выразил уверенность в том, что должны быть найдены новые решения для урегулирования миграционного кризиса. Также Орбан подчеркнул, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фитца они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию с нелегальной миграцией, поскольку давно предупреждали европейских лидеров о возможных последствиях бездействия. В сентябре Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза. Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны. Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам. В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах. А тем временем США все же решили Трампа посадить под замок. К чему же это приведет буквально накануне выборов? Сейчас обо всем расскажем, а пока. Тюменская компания Кейс Гуру представила линейку умных смарт-часов, которые заменяют телефон. В смарт-часах Кейс Гуру есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Кейс Гуру совместимы с разными системами – Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном. В отличие от Apple Watch, совместим их только с Apple. Часы Кейс Гуру работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но Тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни-часов Кейс Гуру из гипоаллергенового силикона не раздражают и не натирают запястье. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннеса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе. Стоит в разы меньше американцев. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод M2408 на скидку до 500 рублей. А мы продолжаем. Во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гэмшир Байден заявил, нам нужно закрыть его, передает РИА Новости. Байден считает, что Трампа нужно в политическом отношении посадить под замок. Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок, приводят его слова ТАСС. Байден утверждает, что на кону стоит американская демократия. Как заявил Байден, Трамп якобы полагает, что по постановлению Верховного Суда об иммунитете имеет право фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него. А тем временем Польша не намерена требовать репарации от Германии за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания причиненного вреда, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Речь идет не о репарациях, а только о видимом знаке того, что немцы чувствуют свою моральную ответственность за то, что они нам сделали. Приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP-инфо. Министр отметил, что Германия могла бы проявить заботу о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить мемориал в Берлине в память о тех событиях. Он подчеркнул, что Польша и Германия являются союзниками, и их сотрудничество важно для противодействия угрозам, чтобы давать отпор российским ракетам в Калининградской области или российским подводным лодкам на Балтике. Сикорский добавил, что ждает от Германии креативное решение, которое убедит поляков в искреннем сожалении немцев о событиях военных лет. Ранее польская партия «Право и справедливость» требовала от Германии выплатить многомиллионы репарации за Вторую мировую войну. После смены правительства министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, гражданская платформа, заявил, что будет просить власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне. По его словам, правовая позиция такова, что репарации получить и не получится, и министры прежнего Кабмина знают об этом. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами, и вместо репараций Варшаву устроит военное сотрудничество с Берлином. А тем временем Северная Корея может получить ядерные технологии в обмен на отправленных в Россию солдат. С таким заявлением выступил постоянный представитель Южной Кореи в ООН Джон Кук Хванг. Южнокорейский дипломат, выступивший в совбезе ООН, призвал Россию немедленно вывести свои войска с территории Европы, а также отправить назад северокорейских солдат, якобы отправленных Пхеньяном. По его словам, КНДР за своих военных получил от России щедрую плату, которая может включать в себя ядерные технологии. В Сеуле не исключают, что это действительно так. За участие своих войск КНДР будет ожидать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием, заявил Джон Кук Хванг, добавив, что КНДР в скором времени станет активным участником войны. Напомним, что доказательств присутствия северокорейских военных в России нет. Как ранее заявил представитель Северной Кореи, Пхеньян не обращает внимания на необоснованные слухи. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.